Всем привет, с вами на связи Андрей Финаш и наш канал Теслаб. Сегодня мы поговорим про штатный ксенон. Дело в том, что постоянно меня просят начать тестировать лампы с алиэкспресса, потому что цены на лампы на алиэкспресс и цены на лампы здесь в 3-4 раза отличаются. Я от этой темы постоянно открещивался, потому что я даже делал несколько видео, в которых говорил, что я приверженец установки только штатных ксенонов ламп. Потому что срок службы ламп и для меня крайне важна их безотказная работа и отсутствие по ним гарантийных случаев. Но поскольку количество бушных автомобилей постоянно растет со штатным ксеноном, у владельцев постоянно возникает вот эта дилемма. То ли приобрести штатную лампу, которая там стояла с завода, то есть с острым Philips, которые там по 4-5 лет работают. Либо попытаться сэкономить и купить что-нибудь подешевле, в том числе и на алиэкспресс. И эти люди уже морально готовы, что лампы не будут служить 4-5 лет. Но зато цена на них в 3-4 раза меньше и вроде как вот это компенсирует. Поэтому сравнивать я буду лампы DMX с лампами Nealux, как минимальным уровнем качества, который гарантирует известный бренд. Сразу расскажу про цену вопроса, чтобы вам было понятно о чем речь. Вот эти лампы в цоколе D2s DMX стоят 600 рублей за штуку. Вот эти лампы Nealux стоят 1700-1800 рублей за штуку, то есть трое дороже. Мне на тест прислали лампы в цоколях D2s и в цоколе D4s. D2s я решил использовать на вот этой линзе Helo 3R, то есть реплики оригинальной линзы Helo. Которые используют ретрофитчики всей Аруси. Я ее поставил на подставку, вы не удивляйтесь. Но это только для удобства тестов. А лампы D4s, поскольку их основное значение Toyota Lexus, мы будем соответственно тестировать на Fariot Camry. Итак, почему вообще эти лампы мне понравились, и почему я вообще решил хотя бы на них посмотреть. Основное преимущество для меня визуально, это практически полная копия оригинальных ламп от Osram. Это уже не те убогие китайские лампы, в которых была клеевая система крепления колбы. И вот этот герметик, которым крепилась колба к цоколю, при работе лампы испарялся. Испарения оседали на отражатель линзы и убивали нам фару очень быстро. В лампах DMX применяется уже современная система стального крепления колбы. То есть абсолютно такая же, как на оригинальных лампах, в которых нет никакого клея. И вот эти испарения уже не образуются, соответственно не убивают вам фару. И второй, ребята, это материал цоколя. Опять же, на некачественных лампах этот цоколь был изготовлен из такого черного материала. То есть он гораздо более темный, чем оригинал у оригинальных ламп. И вот этот материал, он был пластичным под воздействием температуры. Грубо говоря, вот эти ушки, которые крепят наконечник цоколя, они со временем от воздействия температуры изгибались. Вот это крепление, которое наконечника к лампе ослабевало. А поскольку вот здесь находится вот это кольцо высоковольного контакта, со временем контакт там ухудшался, начинала проскакивать искра. И то, что происходило потом с лампой и фарой, ну грубо говоря, фара не сразу включалась, владелец ее по 10 раз включал и выключал. Приводило это к тому, что штатный блок розжига потом выходил из строя, ну естественно лампа. На этих лампах материал он крайне похож, он похож на оригинальные лампы. И более того, здесь даже сделаны вот эти штампики все, они в принципе повторяют вот те штампы, которые есть на оригинальных лампах. Ну, штамп это бог с ним, но вот то, что материал цоколя и цоколь сам изготовлен точно так же, вот это меня крайне-крайне сильно обрадовало в этих лампах. Хотя сама колба безусловно отличается от ламп ослом и неолюкс, видно, что она несколько другая. Но тем интереснее мне в общем-то будет их поставить в тестовые наши приборы и сравнить, как это влияет в общем-то на свет. Предлагаю к этим тестам сейчас и перейти. Итак, давайте сначала про D2S лампы. Мне прислали их два варианта, одни лампы на 4300 кельнов и вторые лампы на 6000 кельнов. Я их поставил в линзу HALU3R и начал сравнивать их с лампами неолюкс. И ребята, получилась интересная вещь, я замерил освещенность и увидел, что лампы DMX дали ту же самую освещенность, что их гораздо более дорогие собратья. То есть там разница несколько всего лишь процентов, в общем-то это практически ничего. Был крайне-крайне удивлен. Это напомню были лампы на 4300 кельнов. Но настоящий сюрприз меня ждал тогда, когда я начал тестировать лампы D2S на 6000 кельнов. Я вообще ожидал, что свет станет слабее, но по крайней мере всегда считается, что на 6000 кельнов лампы заведомо хуже светит, чем лампы на 4300 кельнов. Именно поэтому 4300 кельнов является как бы вот этой штатной цветовой температурой, которую ставят автопроизводители на конвейере. Ну так вот, поставив лампу D2S на 6000 кельнов в эту же линзу, Я замерил результат и увидел, что она стала светить на 30 процентов ярче. На 30 процентов ярче, чем более дорогие лампы Nealux. Вот этот момент меня полностью как бы шокировал. Как так? Мы платим там в три раза меньше, получаем на 30 процентов больше. Это слишком, как говорится, слишком хорошо, чтобы быть правдой. А потом присмотревшись, я понял в чем дело, постараюсь вам сейчас объяснить. Дело в том, что, ребят, как я понял, у ламп на 6000 кельнов чуть-чуть другая геометрия. Чуть-чуть где-то она отличается от ламп на 4300 кельнов. И за счет этого горячее пятно, которое закрыто шторкой в этой ленте Helo 3R, оно чуть-чуть приопускается. В принципе, об этом я делал уже видео, в котором я рассказывал про тонкую настройку линз Helo 3R. Как с этих линз можно получить максимум по свету. Если кому-то непонятно про то, что я сейчас говорю, то перейдите по видео, посмотрите. Вам станет более понятно вообще, в чем суть данного эффекта. Там я подгибанием шторки приоткрывал как раз вот это горячее пятно, чтобы улучшить ближний свет. А здесь вот этот эффект стал достигаться с помощью того, что лампа немножко имеет другую геометрию. И вот это горячее пятно, оно немножко приопустилось. Ну и вы наверно сейчас, все кто дослушал до этого момента, наверное уже побежали досмотреть ссылку в описании, который там безусловно будет по поводу заказа этих лампчиков. Но немножко погодите, я на эту тему выскажусь уже в конце видео. А сейчас давайте поговорим про лампы D4S. Их мне призвали на обзор только в цветовой температуре 4300 кельнов. Их я протестировал, повторюсь, на фаре от Toyota Camry, штатный Xenon, D4S и все дела. Но по ним уже в принципе какого-то чуда не случилось. Видно, что все-таки неоригинальные лампы DMX светят слабее. Светят слабее, чем штатные лампы Nealux из более дорогих брендов. Но где-то слабее светят они меньше, чем на 10%. Много это или мало при вот такой разнице в цене, в принципе решать вам. На мой взгляд это не сильно много. И это не сильно много, потерять 10% заплатив гораздо меньшие деньги. Тут, ребята, дело в другом. И вот сейчас как раз о том, о чем я хотел сказать, прежде чем все побегут заказывать данные лампы. В чем вообще дело? Ребят, я мерил освещенность, я мерил освещенность всех этих ламп. Но у ксеноновых ламп есть еще более важный такой параметр. Но не то что более важный, он просто тоже крайне важен. Это время работы лампы. Потому что ксеноновая лампа светит максимально ярко, когда она новая. А потом у нее яркость снижается, 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 снижается. И у дешевых ламп, либо у дорогих, вот этот параметр времени снижения светового потока, он разный. Поэтому, грубо говоря, штатные лампы, я почему их использую? Потому что они выхаживают 4-5 лет в среднем. И я знаю, что поставив эти лампы, скорее всего, никаких проблем в течение данного времени. Времени у человека не будет. То есть лампа не перегорит, и он будет спокойно с ними ездить. С этими лампами вот эта ситуация неоднозначна. Я увидел, что яркость у них, в общем-то, не хуже, если отличается, то максимум на 10%. А вот это время работы, вот это я проверить, к сожалению, не могу. И вот в этом моменте я прошу, ребят, вас помочь мне. Почему? Потому что из вас, я знаю, что есть категория людей, которые, в принципе, никогда не купят оригинальные лампы. Потому что это дорого, все дела, и у них есть на это полное право. И вот, ребят, если вы не планируете покупать оригинальные лампы, а все равно лампы покупаете на Алиэкспресс, Я бы вас попросил помочь мне, вот, заказать данные лампы DMX по ссылке в описании, и поставить их, и вот написать потом в комментариях к этому ролику, сколько у вас отходили данные лампы. Повторюсь, только те, кто из вас готов к экспериментам, те, кто готов и готов все равно покупать лампы на Алиэкспресс. Для тех, кому, кто не хочет этих экспериментов, покупайте, как покупали стандартные лампы. И я, в свою очередь, пока буду использовать только стандартные лампы, потому что, опять же, отсутствие гарантийных звонков от клиентов для меня важнее. Но в то же время мне крайне интересно узнать все-таки про эти лампы, потому что по внешнему виду они полностью повторяют оригинальные лампы, а стоят, как мы видим, в три раза дешевле. Ну и опять же, если ваш сосед не знает, какие лампы купить и, в общем-то, не прочь сэкономить, но поделитесь с ним, собственно, данным видео. Как говорят у нас, распространите среди жильцов вашего ЖЭКа. Ну а с вами, как всегда, был Андрей Финашин. Спасибо за просмотр и до новых видео! Субтитры подогнал «Симон»!